В этом году в России будет проводиться перепись населения. Проведение всероссийской переписи было запланировано на 2020 год. Но в связи с пандемией правительство России приняло решение перенести проведение переписи на 2021 год. Из истории мы с вами знаем, что самая первая перепись в Российской империи проводилась в 1897 году. В то время в государстве проживало 125,5 миллионов человек. А по данным Росстата переписи населения в 2010 году население России составляло почти 143 миллиона человек. К январю 2018 года численность населения выросла почти до 147 миллионов человек. Перепись – это общенациональное мероприятие. Большое значение имеют ответы каждого человека вне зависимости от того, к какой социальной группе он относится. Чтобы развивать экономику, у государства должна быть точная статистическая информация о населении. Ответы о работе помогают изучить рынок труда в разных регионах. Например, информация о том, куда и как люди переезжают в поиске работы, поможет понять, где не хватает рабочих мест. Значит, на этой территории надо строить новые предприятия, развивать сферу услуг. Анкеты работодателей позволяют узнать больше о количестве предпринимателей. Если в каком-то регионе их мало, значит, надо вводить новые программы для стимулирования бизнеса. Данные о возрасте помогут спрогнозировать, когда и сколько людей выйдет на пенсию. Зная, где и сколько проживают людей разного возраста, государство может планировать строительство детских садов, школ, больниц и других социальных объектов. О том, как это будет в Азбесте и в какие сроки, нам рассказала первый заместитель главы города Лариса Кирьянова. Основной этап, он пройдет именно уже с 23 августа состоится по 30 октября. Но на отдаленных территориях Российской Федерации данная перепись уже начата. Она начнется с 1 апреля буквально скоро и продлится до 20 декабря. Кто является отдаленными территориями, это отдаленные территории, где отсутствует транспортная доступность. Но на территории Азбестовского городского округа таких территорий ни нами, ни Росстатом не выявлено. Поэтому у нас основной этап с вами будет проходить с 23 августа по 30 сентября. В Азбесте подготовка к переписи населения началась еще в 2019 году. Была создана межведомственная комиссия, в которую вошли органы государственной власти, находящиеся на территории городского округа. Были проведены и другие организационные мероприятия. Был разработан поэтапный план. Первый этап этого плана был подготовка адресного хозяйства, что немаловажно, конечно, для переписи и самих переписчиков. Хочу сказать, что самими переписчиками уже в 2019 году практически проведен осмотр 249 улиц и 5066 адресного хозяйства, которые находятся на территории Азбестовского городского округа. Была проведена большая работа управляющими компаниями. Такие данные были у нас, что 140 многоквартирных домов обновили указатели улиц, указатели на подъездах. То есть все номерные знаки были приведены в соответствие. Готовность у нас практически была уже в 2020 году, к середине года. Сложнее обстановка проходила по частным домовладениям. А в адресном хозяйстве у нас, конечно же, в отношении 411 адресных хозяйств, частных домовладений были тоже установлены такие нарушения. Это отсутствие как раз номерных знаков и указателей улиц. Здесь работа, конечно же, велась и благодаря помощникам, которые у нас в частном секторе есть. Но такая работа, когда отсутствует или данный объект у нас используется только в летний период, в дачный, конечно, эти определенные сложности есть. И здесь еще незначительное количество частных домовладений, все-таки отсутствует наличие таких элементов. И, пользуясь, конечно, случаем, я обращаюсь к частным домовладельцам, у кого отсутствуют номерные знаки, привести это все в соответствие. Это требования жилищного законодательства. Согласно организационному плану, были сформированы счетные участки. Были подготовлены уже сформированы 123 счетных участка с количеством 142 человека, 21 стационарный участок с количеством переписчиков 24 человека, и контролеры здесь будут в количестве 24 человек. То есть вот такой состав, его набор проходил в 2020 году и практически уже завершен к настоящему периоду. То есть, если в выбытие идет контролера или переписчика, здесь уже непосредственно уполномоченный, который находится на территории Асбестовского городского округа, данные уполномоченные мы сформировали, предоставили безвозмездное пользование нашим уполномоченным на улице Лодыжинского, 2 помещения, безвозмездное пользование. Поэтому, если есть какая-то смена, здесь уже уполномоченный проводит до набора, как говорится, таких переписчиков. В этом году впервые можно, не дожидаясь переписчика на дом, самостоятельно произвести перепись через портал госуслуг и МФЦ. Кроме того, сами переписчики будут оснащены оборудованием, это планшетами, планшет с системой отечественного производства, это операционная система «Аврора» наших отечественных производителей, которые будут, значит, оперативно вносить те данные при переписи, которые сразу будут попадать в общую федеральную систему, что, в принципе, упраздняется весь процесс, уже и оперативно попадая данные, будут накапливаться в общей системе и подводиться уже в общий итог и свор, то есть в общую базу данных. Для Всероссийской переписи населения утверждено три переписных листка, которые относятся к защищенной полиграфической продукции с высокой степенью защиты. Данные бланки изготавливаются на специальные бумаги с эксклюзивными водяными знаками. Первый бланк «Л» предназначен для сбора общей информации – пол, возраст, адрес места жительства, родственные связи, образование, работа, доход. В переписной лист «П» вносится информация о месте жительства, количество комнат, год постройки дома, благоустройство дома. Бланк «В» нужен, чтобы получить информацию об иностранных жителях. Вся информация, представляемая переписчиком, является конфиденциальной и разглашению не подлежит. Итоги переписи позволяют оценить, как на жизнь людей влияют экономические кризисы, эпидемии и так далее, а также помогают подвести результаты нацпроектов. Благодаря переписи государство может увидеть проблемные места в экономике и социальной сферы и перестроить политический курс. Также социологи считают, что у переписи важное символическое значение. В 2009 году директор Института демографии Высшей школы экономики в интервью Российской газете отметил, что перепись – это коллективное осознание себя частью единой нации. Юрий Чиликин, Максим Фетисов. Новости АТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова